Когда земля вроде бы твоя, но на самом деле нет. Эту дачу около Прибрежного дед Андрей Пасенко получил от завода еще в 70-х годах. Когда участок перешел по наследству к внуку, он сразу же попытался оформить дачу на себя. Оказалось, это невозможно. Часть участка – это земли лесного фонда, федеральная собственность. В таком же подвешенном состоянии несколько лет находится более трех тысяч дачников Прибрежного. Придя на это собрание, очень рассчитываем, что все образуется, все будет хорошо, все дачники у нас все оформят. Ситуация изменилась в этом году. Правительство России распорядилось перевести участок, где находятся дачи, из федеральной собственности в муниципальную города Самара. Это произошло после того, как дачники обратились к депутату Госдумы Александру Хенштейну. Он на месте убедился, что участки действительно используются по назначению. Затем, по инициативе депутата в Федеральном агентстве лесного хозяйства прошло несколько совещаний. Депутат говорит, земля должна перейти в муниципальную собственность до середины января. Сейчас дачникам нужно размежевать и поставить ее на учет. После этого администрация города бесплатно передаст им эти участки. Более трех тысяч семей самарцев наконец смогут реализовать свои права. Они смогут получить в собственность то, что когда-то государство им выделяло, но, к сожалению, должным образом не оформило. И я этому искренне рад. Позиция администрации города и позиция департамента по этому вопросу только одна. Это всячески помогать гражданам, жителям поселка Прибрежный до оформления своих земельных участков. Мы будем оказывать всестороннюю информационно-метрологическую помощь в неживании этих земельных участков. Сейчас идет осмысление и, в принципе, радость от того, что в следующем году реально получить свидетельство на право собственности на свои участки. Как говорят и депутаты, и представители администрации города, дачники смогут наконец-то стать полноправными хозяевами своих участков уже в следующем году. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Максим Гусев. События. Единогласно. Есть ли кто против?